такие параметры такие параметры такие параметры и такие параметры повторюсь что на моем канале я никого не заставляю работать по моим методам и мы по моим приемом а всего лишь навсего показываю интересный случай с которыми может столкнуться любой если не аккумуляторчик то автовладелец как правильно как неправильно это вам решать для этого есть трубку ты все прочее так с нашим сухого мы поступим следующим образом его мы отключаем от прежнего китайского устройства и оставим его на ночь на другом китайском устройстве дело в том что если батарейка за ночь бог даст не выключат свет если она за ночь перейдет в буферный режим 14 8 вольт это то напряжение которое поддерживает это устройство в буферном режиме поэтому мы переключим немножко на другое устройство но вот это вот и она у поддерживает буферный режим она тоже пришла буферный режим равный 13 6 вольт этого нам будет достаточно для того чтобы батарею подготовить для дальнейшей нашей завтрашней работе так но я переодеваю тапочки шлепки одеть не получится на улице грязь оденем что-нибудь посерьезней света сегодня ночевала в гараже и благодаря ей наш сухач получал буферный дозаряд прежде чем продолжить работу давайте вместе с вами сделаем кое-какие замерчики начнем с плотности так давайте две баночки замерим можете не сомневаться все банки я проверяю многое ролик не ходит так плотность 1 19 плотность 1 19 половиной почти 120 так ну наверное сделаю карту плотности чуть чуть попозже так следующий замер отключаем крокодильчики следующий замер мы сделаем тестером и посмотрим в какую сторону мы движемся в каком направлении так так ну ближе к телу 67 процентов посоху после буферного дозаряда 510 ампер батареечка выдает и 13 8 13 8 это было напряжение буферного дозаряда вот этот именно это зарядное устройство буферном режиме держит у нас 13 8 вольт так насколько эффективный буфер недозаряд сейчас мы убедимся чуть позже ну давайте для полноты картины сделаем еще таким нагрузочные вилочки отлично отлично 10 и 2 в пределах нормы так чтобы убедиться нам что наш дозаряд принес какой-то эффект мы сейчас подключим то зарядное устройство которым мы пользовались до передвижение на блять ну давайте назовем условно фоксайр и ставим на аджинг вот он как мы помним окончание у нас было на 14 8 вольт и на одном ампере грубо говоря 11 11 ампер сейчас мы посмотрим будет батарейка принимать заряд или нет привет лёха там в этом да у себя там это есть еще выпишите у бухгалтера номер счета и да мы закинем деньги на счет она пусть потом перенечислить на собрал чтобы собрание провести так давайте проследим как он дойдет до 14 8 вот ладненько ролик не будем удлинять подождем когда будет окончательное падение потоку 25 12 с утра не мог подлезть потому что были люди были клиенты потихонечку начинается пред зимняя возня и в скором времени это возня будет целый день так что же давайте подождем уменьшим только 6 ампер вот так и вот очень быстро добежала до 14 8 и пошло снижение потоку ну пока пока прекращаю запись зарядный ток при проведении до заряда основным зарядом падал очень медленно и буквально за 5 часов вот он съездился до 0 8 ампер на 0 8 ампер остановилась где-то это значение около часу и я уже хотел отключить от основного заряда от до заряда основным зарядом но началось опять снижение на 0 7 поэтому мы продолжим работку ну давайте за пять часов проведения до заряда основным зарядом посмотрим на температуру терморазгона нет температура нормальная батарея принимает заряд так плотность у нас 120 120 в пятой банке давайте еще одну 126 на точку плотность приподнялась друзья я склонен думать что это все-таки последствия именно глубокой сульфатации нижней части этой батарейки так как мы не знаем сколько это батарейка эксплуатировалась в режиме засухи в режиме в режиме обсыхания поэтому давайте наверно будем продолжать основной заряд до заряды пока проводить не будем промониторим до каких значений упадет минимальных значений упадет зарядный ток все-таки у этой батареи видимо все еще очень большое сопротивление и часть сульфатов которая накопилась в самом низу батареи так как они практически не растворялись а только нарастали из-за того что была сильная концентрация кислоты в нижней части именно поэтому вот у нас получается такая продолжительная работа с этой батареи ну что ж нам надо дело довести до конца до логического завершения поэтому спешить не будем поэтому сегодня до конца рабочего дня проведем до заряд и на ночь бог даст света будет ночевать у нас гаражи всю ночь на ночь мы ее оставим на буфере ну в конце рабочего дня сделаю еще одно подключение по результатам сегодняшнего дня наш тюменский сушняк пытается перескочить на 0 7 ампера явно резервы у него есть по снижению и жевательно эти резервы нам полностью использовать но дело в том что пришло время переодевать сами знаете что сегодня можно и гамаши переодеть пора дергать до дому самый приятный момент на протяжении суток это когда еду домой к любимой так что мы будем делать все как обычно сейчас бегаю за ариометром измеряем плотность измеряем плотность плотность у нас ну как было 120 так 120 и осталось так будем готовить батарейку к завтрашнему дню и готовить будем ее буферным дозарядом отключаем наш аджинг или аджинг как правильно не знаю и подключаем флаксвелл так он у нас уфнул давайте вводим ее в сеть ов по прежнему не меняется так что по температуре по температуре все хоккей прогрева нет так что мы солим нашу батареечку дальше батарейка проблемная батарейка пережила все ужасы каракумов или сахары сахара наверное самой центральной ее точки ужасно пересохла последствия либо перезаряда либо распиздяйство как я уже говорил эти батарейки они кипящие и за ними нужно присматривать ну что надеюсь света сегодня у нас не покинет не покинет мой гараж но это зависит пока не от меня пока еще боремся это зависит какая будет смена смена мужиков или лгбтшников лагеря до завтра личности под флагом света радуги свету вчера выгнали с моего гаража и в 9 часов вечера и в 7 часов утра ее запустили ну 10 часов буферного до заряда у нас не было давайте довольствоваться тем что у нас произошло за это время так стандартные процедуры плотность ну ближе к 1,21 20,5 будем так 1,21 уверенных есть температуру мерить давайте замерим для полного счастья батарейки 7 надо батарейки менять 18 градусов так теперь давайте замерим что у нас какие продвижения по параметрам 2 72 процента 527 амперчиков пусковой ток 523 сопротивление заветная надпись а кб исправна а теперь давайте еще сделаем один до заряд основным зарядом и посмотрим насколько у нас сопротивление и до каких амперчиков минимальных дойдет наша батарейка наш тюменьский обсухаешь или как засохаешь сухач короче и так 13 9 на спидометре включаем подключаем зарядное время 35 11 с утра опять были мои уважаемые клиенты подключимся чуть позднее как видим ток начал стремительно падать 14 8 момента ума до прыгала будем посмотреть друзья время без 10 3 зарядный ток упал до 0 5 ампер в принципе для поддержанных для поношенных изношенных батарей это допустимо и первую стадию наших зарядов в этом месте мы будем прекращать то есть основной заряд из нескольких до зарядов давайте посмотрим что у нас с плотностью произошло но плотность 121 уверенная 121 то же самое и здесь не давая батареи отстояться давайте замерим температуру температуру температура прежние 19 градусов но возможно она поднялась из-за того что я надышал в гараже так и цепляем нашего дорогого друга вымпел ставим выпил все как обычно на пяти процентах будем пробовать до какого напряжение окончания заряда до гребет наша батарейка как правило опять же как правило те батареи которые перекипели в свое время которые подверглись перезаряду они обычно разгоняются до она можете до 17 вольт разогнаться так выставляем 3 ампера все поехали она может разогнаться и до 17 вольт а может и не разогнаться поэтому 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 про паровоз помните на будем решать вопросы по мере их поступления ну что время без 10 3 час 29 тихим сапом наш сухач потихонечку разгоняется и разгон разогнался до 16 и двух вольт сделал делаю небольшую вставочку в ролик только потому что вот немножко раньше я опять побежал впереди паровоза и пытался сказать что вот обычно разгоняются батарейки такие батарейки прожаренные легко и просто до 17 вот не получается друзья и выводить какие-то аксиомы и давать какие-то определенные советы это тоже будет неправильно как многие блогеры это делают что именно так и никак иначе нужно работать с батареей это тоже не хотелось бы конечно но это невыполнимое желание и оно неправильное вот такие аксиомы которые не знаю апалагеты или как по-другому назвать люди с десятками тысяч подписчиков пытаются убедить в чем-то на самом деле это все ну мягко говоря хует хуйня здравствуйте сейчас выйду вы диагностику хотели сделать или чё да вот я вот аккумулятор хочу купить бушный короче тут принесли вроде машины хорошо завелась просто на нагрузочной рилке проверить ну сейчас я выйду нет пока стойте стойтесь и все вот эти утверждения на основании одной или двух батареи сколько там пережёвано пи и выплюнула и выплюнуто делать какие-то блять определенные тезисы это тоже неправильно вот потихонечку потихонечку спустя полтора часа напряжение набирается очень медленно и подошло к 16 и 3 вот там вот она пытается набрать сегодня хотел сформулировать какую-то заебательскую мысль но целый день собрания целый день люди и мысли немножко путаются но надеюсь до конца ролика я это сложу все в кучу и попробую вам все-таки выложить свою мысль до включительно скорость полтора потому что разговариваю очень медленно это это да это единственный мой недостаток можете и так сказать или подумать два часа и пять минут прошло с момента начала до заряда контролируемого мага перезаряда как видим напряжение 16 4 добежала на тех же 3 амперах к чему я делаю вот это включение тому друзья что делать упор именно на времени как советуют блять либо на напряжение вот именно надо 16 вот строго 16 2 строго время два часа отключаете на хуй нет 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 и нет блять это советуют те люди которые к аккумулятором имеют очень поверхностное напряжение напряжение бляда направление напряжение отношения вот это слово прочитали две три блять инструкции к аккумулятором и поймали тему навовили подписчиков советы направо и налево а люди же слушают парни слушают подписчики слушают пытаются по этим рекомендациям оживить свои батарейки а в итоге а по итогу наживают себе геморрой здравствуйте ну приехали очередные клиенты и мысль я свою так и не договорил отдал батарейку к чему все сводится сводится все к тому что не раз об этом я уже говорил что с каждой батареей с каждым аккумулятором нужно работать отдельного даже посмотрите на показатели четырех лампе очков на каждой будет отдельное отдельные параметры отдельное напряжение и не такой ток как на другой батареи в этом деле если вы хотите нормально обслуживать батарею самое главное понять принцип того чего хочет от вас аккумулятор и что вы ему должны дать давайте сейчас нырнем занырнем зарядный бокс так где у меня пираметр блять сейчас найду начнем с пираметра 2324 градуса по нашему цельсию батарейка слегка 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 подогрелась но возможно и она подогрелась от окружающего воздуха так видим уже 123 об очки да блять буду 124 124 ну давайте по всем банкам уже пробзимся потому что как некоторые блоги говорят хейтеры люблю вас я тоже могу так сказать 124 блять нет 124 уверенных хейтеры я тоже люблю вас но хочу дополнить люблю вас банить блять 123 люблю банить залетных был бы помоложе блять ебанил бы так 24 электролит слабо 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 практически не видно окрашен 124 и вот эта баночка у нас была самого поносного цвета так 124 она тоже имеет такой слабый окрас ну что неудивительно потому что аккумуляторы они как мины ошибок не прощают шаг влево шаг вправо и активная масса в электролите так ну что будем дожидаться признаков окончания заряда напомню что признаками будет являться либо снижение напряжения при заданном токе спустя два часа там было 12 минут но пока пиздоболь уже наверное 3 часа 12 минут так либо термометрия разгон температуры батарея начинает греться более 30 градусов либо нам выпил чек подсказывает что заряд окончен и ds выровнялась и отключаю меня тебе не матери дай батарейки отстояться а два часа 16 минут прошло ну что двигаемся дальше как как только подойдем к одному из трех условия окончания заряда включим эту музыку которая называется видеозапись 3 часа 7 минут продлился наш контролируемый перезаряд 9 34 ампера было влито напряжение долетел до 16 с половиной вольт при 3 ампер и на сегодня работу с этой батареи прекращая потому как время переодевать не переодевать и переобувать в андурики и собираться сторону до дома давайте посмотрим нашу плотность плотность 125 один тоже 25 все банки не буду мерить так как ролик у нас получается и так неимоверно длинный отключаем кушевый пилок подключаем китайцы если у нас света будет ночевать то значит всю ночь батарейка простоит на буферном дозаряде подключаем подключаем и оставляем до завтра завтра продолжим работу с этой с этим тюменским сухачем сухостоем ну что наш тюменский пересохший вось простоял всю ночь на буфере света ночевала давайте стандартные процедуры убираем зарядник замеряем плотность плотность уверенных до 126 есть в этой баночки тоже 126 давайте замерим параметры параметры ниже чем вчера 70 процентов по сухам 521 ампер пусковой нрц 1371 сопротивление 530 дадим батарейки пару часов отстояться и через пару часов сделаем еще один замер два-три часа исходя из тех параметров которые мы увидим возможно работу с этой батареи прекратим потому что явно видно что на два процента параметры сдулись и перезаряд сейчас нам не нужен оптимальная плотность которую набрала эта батарея будет 126 почему постараюсь объяснить это попозже честно говоря мне сейчас не до роликов но назвался грузин полизай в укошко где его надо довести до конца результаты нашей работы будут чуть позже батарея отстоялась более пяти часов после нашего замера давайте сделаем еще один замер клиент звонит уже звонит температуре нужно батарейка но по факту могу сказать следующее работа с этой батареи должна быть остановлена так как утром мы заметили снижение небольшое снижение показателей посмотрим какой они сейчас после отстоя и поэтому дальнейшая дальнейшая работа она не принесет результата но пришли в принципе тому показатели которые мы увидели вчера 72 процента посоху сопротивление 523 527 ампер батарея выдает нс все еще высокая 1352 но работу с этой батареи можно продолжить но продолжить после кратковременной эксплуатации ну кратковременная две три недели возможно через месяц нужно дать за счет диффузии за счет вибрации смешаться то есть субстанции которая образовалась после очень глубокой прожарки этой батареи целый день занимался организацией похорон умер мой отец раскисать нету времени он заскочил чтобы раздать батарейки и кое-какие проблемы нужно решать что друзья на этом я считаю что у нас очень длинный ролик подошел к своему логическому финалу еще одна батарейка мною обслужена и пойдет в эксплуатацию гарантировать какие-то давать гарантии сколько эта батарея прослужит я этого никогда не делаю и никогда делать не буду потому что гарантии в принципе они не распространяются даже на новые батареи ну по крайней мере у нас если в течение полгода батареи новая батарея выходит из строя нужно иметь очень крепкие нервы чтобы эту батарею либо обменять либо сдать потому что всеми правдами и неправдами продавцы пытаются от таких батарей откреститься давать какие-то гарантии на те батареи которые эксплуатировали в хвост и в гриву мягко говоря ну да результат есть насколько сколько этот результат продержится одному наверно богу известно поэтому вот как то так что друзья всем добра удачи не болейте берегите себя близких ну и естественно берегите свои батарейки всем пока до новых встреч